Доброе утро! Сегодня у нас супер вкусный антрикот из свинины с белыми грибами, мяско, грибы, лучок, супер соус у нас сегодня, вот сложно ты выбрал соус, дома его на самом деле очень сложно приготовить, но если заморочиться, можно на самом деле. Если заморочиться, проще взять, пойти в магазин сухую смесь и дома... И забодяшить. Да, и забодяшить. И специи у нас что вот здесь? Специи это приправа для гриля, так как мы будем обжаривать, и масло растительное, на котором мы будем обжаривать антрикот. Вот, приступим к нашему приготовлению. Я просто в плясу, я знаю, что сегодня будет очень вкусно, неделя у нас... Очень жарко. Очень жарко, с грибочками, с баклажанами, с болгарским перцем мы говорим о сезонных блюдах и рецептах. Итак, все секреты, что ты делаешь, показывай, рассказывай, милый мой. Красненькое мясо, которое у нас есть, да, на косточке, я его срезаю. Про этот самый антрикот. Сейчас очень часто можно увидеть название рыбы, курицы, панировки, без панировки, обжаренную, пареную, не весь какой, и название у нее антрикот. Если вот в гугле просто забить, что такое антрикот, выпадет просто сотни вариантов, ты знаешь, такие, типа, это антрикот? Нет, антрикот это же не обязательно свинина. На самом деле, то есть классика, то есть что такое антрикот? Это мясо на кости, и желательно, чтобы это было мясо вала, воловье мясо. Знаешь, это прям классика, да, вот эти вот итальянцы придумали, потом уже французы продолжили. На самом деле, мясо вала использовалось позже, понятно, что мы уже как-то отошли, это говядина и мясо на ребре. То есть, энтер между, да, вот это кот, то есть, ну, говорит по-русски, это вот ребро. То есть, мясо между ребер, между хребтом и ребром, вот как раз это вот штучка, и называется вот этот кусочек мяса, называется антрикотом. Это говядина? Да, это свинина. Это свинина. Это свинина. То есть, говядину и свинину на кости, на ребре называют антрикотом, больше ничего, никогда не называют антрикотом. Еще раз, что мы сделали? Мы от этой самой косточки... Мы удалили, да, красное мясо. Мы его же не выбрасывали. Зачистили кость, мы его не выбрасываем, мы будем закрывать этим мясом в дальнейшем нашу... Начинку. Начинку, да, чтобы она не выпала из антрикот. Итак, продолжим буквально через полтора минутки на утреннем канале классические бодрые новости, еще больше позитива в наше утро. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Пример удивительной преданности продемонстрировал слоненок в природном парке Таиланда. Животное бросилось спасать своего дрессировщика, которого уносило потоком бурной реки и протянул ему хобот помощи. Оказалось, что сотрудник парка на самом деле притворялся тонущим, чтобы узнать, как поведет себя питомец в сложной ситуации. И слоненок оправдал ожидания. Фермеры, садоводы и огородники Липецкой области откликнулись на призыв зоологов и несут излишки овощей и фруктов в зоопарк, чтобы подкормить зверей и разнообразить их меню. С угощением приходят целыми семьями. Итоги новой акции подводить пока рано. Впрочем, всего за несколько дней общий вес принесенных овощей и фруктов уже перевалил за тонну. Что может сделать с легковушкой стая бродячих собак, демонстрирует видео, снятое камерой наблюдения в Турции. Около десятка псов окружают припаркованный автомобиль и начинают буквально растаскивать его на части. Отрывают бампер, подкрылки. Когда владелец увидел свою машину, он подумал, что ее пытались взломать грабители. Все это происходило еще летом, но выложили видео только сейчас. Теперь все гадают, в чем причина такого поведения животных. Не исключено, что собаки просто искали кошку, которая спряталась под капотом. А тем, кто к нам только что присоединился, я напоминаю с вами обновленный утренний канал на Катунь 24. Сегодня у нас вкусненькое. Готовим антрикот, сгребаем. Прелесть. Успели что сделать? Косточку освободить и галить вот так вот прям, чтобы только смотрелось зажаренное. Мясо мы это не одеваем никуда. Не одеваем, не съедаем, оставляем. Оно нам еще понадобится. Теперь нам нужно сделать полость внутри антрикота. Для этого понадобится маленький нож. Маленький нож. И аккуратным движением, чтобы не проткнуть руку, мы делаем внутри полость. То есть мы прорезаем. От кости. То есть мы вогнали нож. Так. И здесь мы дырочку такую и оставляем. И дальше туда ее пронизываем. Да, мы внутри режем, получается. Сегодня мы покажем, как сделать яркий детский аксессуар для волос. Начнем с забавной заколки в виде тучки. Возьмем небольшой кусочек картона и сделаем лекало. Рисуем классическую тучку, которую можно увидеть в мультфильмах. Аккуратно вырезаем. Кладем шаблон на голубой фетр и обводим по контуру. Еще раз вырезаем. Для декорирования заколки нам понадобится много разноцветных ярких лент. Наносим клей и прикрепляем первую. Затем еще и еще. Вырезаем прямоугольник из фетра. Наносим клей и закрываем место крепления лент к тучке. Ножницами убираем лишнюю длину. Прикрепляем металлическую основу. Срезаем лишний фетр. Заколка готова. Еще больше поделок смотрите в следующих выпусках утреннего канала. Задача какая? В том, чтобы остался вход, но не было выхода. Чтобы у нас остался как можно меньше, как можно маленький такой вход. Внутрь мяса. А внутри должна быть большая полость, куда мы будем нашпиговывать наши грибы и лук. Знаешь, какую историю сейчас тебе расскажу, что я вычитала. Как антрикот появился. Он же к нам пришел из Франции на французском столе. Был некий повар и история умалчивает. По крайней мере, я не нашла его реального имени, фамилии. И так вот думал, чем удивить короля. Знаешь, прям классическая история. Чем батьку короля удивить? И такое мясо есть, и вот такое, и вот такое. А вот такое еще ни разу не вырезали. А, кстати, мясо-то нежное. Как раз это место между хребтом и ребрышками. Да, это спина, это балыка. Она, во-первых, не жирная, во-вторых, она нежная. Балык, балыком, мне кажется, отрезали. А так вот что-то еще и с косточкой. И он такой... Кость свой аромат дает. Зажарю, думает, зажарю, подам. И вот с тех самых пор, то есть, такой прям хороший успех имел этот самый повар. Был в почете до конца своих дней. Но антрикот уже после, ну как сказать-то, завоевал вкусы умы гурманов по всему миру. Мы сделали полость внутри нашего мяса. Сейчас наша задача измельчить грибы и лучок. Этим займемся через пару минут после рубрики о красоте. Полторы минутки и дальше продолжим готовить. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Доброе утро! Меня зовут Надежда Волосова, я парикмахер. И сейчас я покажу вам, как сделать прическу буквально за 15 минут. Сегодня делаем прическу на основе косы-колосок, а название придумайте ей сами. Для начала делаем диагональный пробор. Отдельно остается челка и собираем два хвоста. Расчесываем челку и закрепляем ее вокруг хвостов. Теперь из одного хвоста мы плетем косы-колосок. Оставшийся хвост начесаем для того, чтобы сформировать объемный пучок. Теперь мы оборачиваем его вокруг косички. Дальше мы возвращаемся к нашей косичке. Немного растягиваем ее. Закрепляем с помощью лавы. И укладываем таким образом, чтобы она спадала на лицо. Прячем хвостик от косы под нее же и немного поправляем форму. Будьте красивыми! Ну а на сегодня все. До завтра! А мы продолжаем. И что мы делаем дальше? Напомню, мы в ресторане «Кинза и мята». У нас обновлен внутренний канал. У нас теперь в два раза больше. Целый час делимся полезными секретами, рецептами мультики смотрим. Мы с шеф-поваром Антоном Зацином сегодня готовим антрикот с белыми грибами. Тут много еще происходило. На самом деле, если кто-то только что включил утро. Мы отрезали кусочек мяса от кости, проделали полость внутри куска мяса. Там внутри, то есть сейчас, в точении сейчас, в скором будущем появится начинка. Говори, что происходило с белыми грибами, можешь их нарезать. Белые грибы варились у нас. Я поставлю сковородку разогреваться. В среднем классика 3 часа отвариваются или нет? По-разному, или не по-разному? По-разному. То есть лисички 2 часа варятся в среднем. Гриб белый, допустим, грузди. Грузди тоже где-то 3 часа варятся. То есть белый гриб в подсоленной воде обязательно не меньше 3 часа варим. Что происходило с луком? Потому что, чтобы лук пассеровать, нам не подойдет вот такая сковородка. Обычная сковородка, да. Лучше всего чугунная, которая забирает в себя. Не обязательно казан, может быть... Просто чугунная, толстостенная, да? Да, толстостенная сковородка может подойти, может подойти казан. То есть любое такое, которое жаро-впитывающее, которое долго держит жар, подойдет для пассеровки вашего лука. То есть мы лук не жарим, а именно пассеруем. Чтобы он был мягенький. Чтобы он не хрустел. Не хрустел и все-таки отдал, наверное, масло. Все-таки на масле мы жарим вот свой какой-то... Он же все-таки такой резкий у него аромат. Нам нужен луковый аромат, но не такой резкий, как, допустим, лук свежего. Обжариваем на растительном масле лаучок или на сливочном можем. Как лучше пассеровать? На сливочном масле. У нас сегодня антрикот из свинины. Что вычитала? Оказывается, Россия занимает одно из первых мест по поеданию именно этого мяса. Антрикотов? Свинины. Ну, понятно. Ну, я думаю, антрикотов в том числе. Ну, знаешь, ну, какой-нибудь праздник, почему... Что ты делал сейчас? Проверял. Что? Сковородку. Что вкусно, да? Нам придется... Я думаю, ты мясо хотел попортить. Добавить. Проверяем, насколько оно накалилось. Да. На самом деле... Воды у нас нет. Мы сегодня будем зажаривать, сначала будем на максимально горячей сковородке обжаривать мяско, после чего мы будем его запекать в духовке. То есть сегодня сковородкой дело не обойдется. Скажи мне, классический антрикот также в два этапа готовится или можем его только зажарить и можем сразу же есть? Как лучше? Его нужно зажарить в духовке. Так. Предварительно обжарить. А классический рецепт также из двух этапов? Классический рецепт, да, также два этапа, то есть мы фаршируем, мы обжариваем, получается, три этапа. Так. И отправляем в духовку. То есть в духовку обязательное условие при готовке антрикотта, правильно? Хорошо. Все, запомнила, поняла, окей. Итак, мы вот этот кусочек, вот как вы говорили, не... В холодильник не убираем, там до следующего разы, когда будем готовить мясо. Также будем запекать в духовке после. Да. Мы его срезали в кости и после будем... Ой, закрывается как раз вот тот вход, где в скором будущем у нас появится начинка. Первое мясо готово, второе будем обжарить буквально через пять минут после официальных новостей. Слово передаю в новостную студию. Пять минут возвращаемся на студию утреннего канала и продолжаем готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро, с вами утренний канал на Катунь 24. Мы рады приветствовать вас в новом сезоне. Нас теперь в два раза больше, в два раза дольше. Интереснее, позитивнее, веселее. И у нас добавились мультики. Сегодня мы в ресторане «Кинза и мято» с шеф-поваром Антоном Зацным. У нас антрикот с белыми грибами. Перерыв новостной закончился, мы продолжаем. Что успели сделать? Небольший кусочек мяса зажарить? Мы его обжарили, да, чтобы он у нас никуда не исчез. Осталось... Это самый кусок мяса, на который ты покушалась. Да малым. Не зарассказывай всем, что я тут покушалась, пока смотрели новости. Хотела я съесть мясо, не отрицаю, не дали. Съем позже, всего причем. Грибочки режем? Я беру грибочки, нарезаю. Я, что сейчас, 5 минут у меня было, я погуглила, узнала, что вот наш вариант, это мясо по-французски. То есть мы обжариваем мясо на сковородке, после отправляем в духовку. Есть еще вариант, когда мы 10-12 минут мясо обжарим на сковороде и все, после чего можем его съесть. Вот, у нас мясо по-французски, потому что французы, то есть родоначальники этого самого блюда. Антрикота. Антрикота, да. Есть еще варианты, допустим, надоело нам обычное мясо на кости, натертое специями. Есть вариант по-венски, когда мы добавляем отварные куриные яйца, спаржу, специи. Есть вариант австрийский, там мы его натираем специями, специи добавляем еще и внутрь, обжариваем на сковородке и отправляем в духовку. И еще плюсом ко всему поливаем его грибным соусом. Это у нас вариант австрийский. Ой, еще какой-то был, но я его забыл. У нас сегодня почти что классика. А у нас антрикот по-французски. Что делаем еще? Грибочек, тем временем, у нас готов. Нарезали, теперь мы их... Нам не важно, горячая это начинка или не горячая, потому что мы все равно мясо затем отправим в духовку, на сковороду, потом уже в духовку. Если с луком дадут внутри сок, и антрикот будет внутри очень сочный. Будем фаршировать буквально через пару минут. Посмотрим еще один блог, называется он «Забота о жизни». После продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро, меня зовут Людмила Семенникова. Я врач-косметолог клиники Евромедика. И сегодня я вам расскажу, как ухаживать за кожей в осенне-зимний период. В холодное время года особое внимание мы должны уделять губам. В это время они становятся сухими и более чувствительными. Поэтому перед выходом на улицу нужно смазывать губы бальзамом, содержащим питательные компоненты. Не рекомендуется использовать скрабы с абразивными частицами. Это дополнительно может травмировать кожу губ. На сегодня все. Будьте здоровы. До завтра. А тем, кто к нам только что присоединился, я напоминаю, с вами утренний канал «Накатунь-24». Мы в новом сезоне, в обновленном утре. У нас больше экспертов, больше рецептов, больше советов, мультфильмы, сериалы и официальные новости. Мы продолжаем. Мы в ресторане «Кинза и мята», у нас «Утрикод». Итак, давай начнем уже. Вот самая такая история. Важный был у нас этап, когда мы вырезали внутри куска мяса свободную полость, пространство, куда в дальнейшем будем укладывать начинку. Белый гриб мы варили 3 часа в подсольной воде. Лук мы пассеровали в чугунной сковородке. Обязательно такое условие, но все-таки по-хорошему, чтобы он был максимально нежный, мягкий, с легким сливочным привкусом. На сливочном масле обжариваем. Есть у нас еще сегодня соус «Демиглаз». Он уваривается из говяжьих косточек. На самом деле сложный. 8 часов. Но такая ресторанная история. Его можно прикупить. Да, есть сухой соус «Демиглаз». Разбавить этим самым бульончиком. Каким бульончиком? Говяжьим каким-нибудь. Разбавить его либо сливками с водой, либо... Сливки, да, там? Да. Я была уверена, что все-таки... Если есть бульон, допустим, когда мы варим, то сухой вариант сублимирован, но мы также с бульоном разбавляем. Нет, если... И как ты хочешь приготовить. Ты можешь его приготовить на воде. Если это сухой «Демиглаз», ты его разбавляешь водой. И сливками можно? Можно 50 на 50 вода со сливками. А лучше, мне кажется, все-таки 50 на 50. Мне кажется, удачнее будет. То есть сливки, вода, сухой порошок. И поливаем после вкуснятия. Кстати, не обязательно трикот, подходит к любому мясному блюду. Считается соусом для мяса. Да. Такая вот история. Скажи мне, вот мы сейчас начинку уложили внутрь, главное, нигде ножом, да, вот, как сказать, очень осторожным нужно быть. Ножик помельче использовать, чтобы нигде не прорезать лишний выход наружу из мяса. Будем какими-нибудь шпажками этот самый вот вход закреплять. У нас есть обжаренный кусочек заранее. То есть он сейчас вот нам и понадобится, да? Да, чтобы закрыть вот это отверстие. Ах ты ж, хитрец! Ну что ж, закрываем отверстие, тем временем греем сковородку. Да, сковородку разогреваем, немножечко корректируем наш кусочек мяса обжаренный. Чтобы подошел там не больше, не меньше. Он с ириночкой у нас, то есть он еще допекется в духовочке. Да, то есть у нас сегодня мясо по-французски, то есть это сковородка, а после уже запекаем в духовке, доводим до вкуса, до полной готовности. Обмазываем специями. Натираем. Натираем. Это приправа для гриля. Да. В ней уже есть соль, потому что в начинке... Соль мы, как правило, не добавлялись нигде. Да, ни в грибах, ни в луке соли нет. Кроме приправы для гриля, что еще бы подошло для вот хорошего, сочного, ароматного антрикота? Какие-нибудь пряные вкусы. Есть и какие-нибудь прованские травы. Прованские травы, французские травы. Прелесть. Размаринчик какой-нибудь, чтобы обжаривать с ним на сковородке. Прекрасно. Итак, готово. Готово. Проверяем сковородку. Сейчас мы немножечко масла. О, у нас есть масло чесночное. Это чеснок на терке, залитый обычным растительным маслом. Отличная приправа, незаменимая на кухне для хозяек. Ну что, раскалилась? Итак, запечатываем все соки внутри нашего антрикота. Смотрим еще одну рубрику. Называется она «Мой кошелек. Правила домашней экономии». От наших экспертов. Дальше продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Прячем кредитные карты. Возьмите все свои кредитки. Да-да, все до одной. И уберите их в безопасное место в своем доме. Но никак не в кошельке, где вы легко можете ими воспользоваться. Если вашим аргументом является то, что они могут потребоваться вам на случай экстренной ситуации, просто будьте уверены, что храните в своем портмоне небольшое количество наличных денег на этот самый случай. Не держите карты рядом с собой, пока у вас не появится сила воли сдерживать себя от покупок даже при сильном искушении. Оплачивайте покупки наличными. Так вы сможете более точно учитывать потраченные рубли. Ученые выяснили, что оплата живыми деньгами экономит 10-20% вашего дохода. Доброго утра тем, кто с нами готовит и тем, кто только что включил телеканал Катунь-24. С вами обновленный утренний канал. Мы сегодня в ресторане Кинза и Мята готовим антрикот с белыми грибами. Что у нас происходит на сковородке? У нас обжаривается антрикот, придается румяная корочка. Да, такая ароматная. После чего мы выложим этот антрикот и отправим запекаться в духовку. У нас еще есть сегодня для гарнира отварной картофель. Картофель отварной. И на самом деле считается картофель и зеленый горошек. Можно я порежу на дольке? Да. Гарниром идеальнейшим для антрикота. Так, вот так. Напополам и наискосочек. Да, все-все, я помню. Нет, не так. Вот так, да, наискосок. Нет. Смотри, а как? Переверни. Вот наоборот. Вот так. А, вот как лучше. И все такими большими дольками оставить? Не что показать заранее. Вот надо вот по умочить. Есть. Картофель отвариваем в мундирах, в подсоленной воде. Можно добавить туда уксуса. И картошка не разварится. Будет в отличном состоянии. После чего будет ее приятно чистить. Ну а после уже есть. Готово. И это готово. Картофель будем обжаривать с тимьяном в чесночном масле. Я думаю, ставим масло после мяса. Думаю, картошку впитает в себя вот этот самый ароматный мясной вкус. Оставим? Да. Оставим. Еще раз на сковородке. Просто придаем золотистую корочку и все. Да. Это сейчас пойдет в духовку. 180 градусов? Да. На сколько? 15 минут. 15 минут. Забрасываю картошку. Как раз начнем ее обжаривать. И понесем на кухню мяско. Так, держи вот это. Картошечку будем подсаливать. Хотя она уже соломоновато, потому что мы ее варили в подсоленной воде. Нужна еще вот такая приправа или нет? Не понадобится. Да, нам нужно будет пару веточек тимьяна. Как вариант можем использовать розмарин, как уже говорили, как для мяса, так и для картофеля. Отличная приправа, аромат отдает просто сумасшедший. Вот это, если тебе понадобится, еще стоит под рукой. Итак, дело осталось за малым. Напоминаю, в духовку на 180 градусов 15 минут мы относим наше мясо, дожариваем картофель, делимся последними секретами, желаем отличного дня. Сейчас на утреннем канале модный прогноз. Оставайтесь с нами. В народе говорят, готовь сани летом, а мы добавляем. И пуховик тоже. Уже сейчас магазин Максмара предлагает десятки моделей для грядущих холодов. В сезон осень-зима богат на яркие краски, элементы декора, роскошные материалы и многое другое. Стильные и необычные наряды непременно привлекут к своей обладательнице тысячи взглядов. Многие девушки привыкли к тому, что в зимней одежде приходится выбирать между теплом или красотой. Бренд Максмара в новом сезоне сломал все стереотипы и сшил огромное количество удивительных моделей на любой вкус, которые совмещают в себе обе крайности. Кажется, что впервые за много лет зимняя стужа и актуальные модные тренды наконец-то подружились друг с другом. Сегодня примеряем верхнюю одежду для теплых солнечных зимних деньков. К укороченным рукавам советуем прикупить удлиненные перчатки. Вместо шарфа вяжем на шею мягкую, уютную меховую деталь. Сам пуховик выполнен из высокотехнологичного материала, который отлично сохраняет тепло и не пропускает холод. А для загородных поездок рекомендуем пальто пончо нежного песочного оттенка. Носить такую вещь лучше всего с водолазкой или теплым свитером. Для того, чтобы отдых удался, лучше всего носить обувь на плоском ходу и не нагружать ноги лишний раз. Подвязываем пальто элегантным поясом, до конца не застегиваем молнию и клепки. Образ дополняем стильными джинсами-клеш. Не забудьте примерить шапку и надеть перчатки. И вперед по заснеженным улицам навстречу приключениям. Эти и другие модные комплекты вы можете найти в магазине Макс Мара на проспекте Ленина, 75. И вновь доброго утра, с вами утренний канал Накатунь24. Мы продолжаем делиться секретами отличных завтраков. Сегодня у нас антрикот. Кушать. Подано. Осталось. Засервировать. Красиво, элегантно. Итак, получили очень аппетит. Какую сочную историю. Прям вот такая штука получилась у нас. Очень видок такой аппетитный. Косточка подрумянилась, подсушилась. Такой вот антрикот идеальный по-французски. Мясо по-французски получилось у нас сегодня. Подогреть нужно обязательно с овостами глаз. Чтобы он был такой теплый, может быть даже слегка горячий. Ну и картошку на сковородке держим в одной температуре, чтобы блюдо подать хорошим, горячим и готовым к употреблению. Что ты делаешь? Вот расскажи мне. Я выкладываю. На подушку из соуса будем выкладывать мясо. То есть еще один такой нюанс подачи такого горячего блюда. Итак, для нашего завтрака сегодня нам понадобился непосредственно сам антрикот. Мы сегодня взяли свинину, белые отварные грибы, пассерованный красный лук. Можно взять репчатый. Что еще у нас сегодня? Картошка. Картошку обжаривали вместе с тимьяном и чесночным маслом. Кто сегодня молодец? Молодец у нас шеф-повар ресторана «Кинза и мята» Антон Зацный. Такая вкусная история есть у вас в меню. Да, есть. После того, как мы приготовим наш завтрак, он у нас уже готов. Я советую не переключаться, потому что после вас ждет супер позитивный гороскоп утреннего канала. Прогноз погоды, новости и мультфильмы. То есть утренний канал смотрим теперь не только взрослыми, но и с детьми. Маша и Медведи сегодня продолжают развлекать нашу публику. Антош, большое тебе спасибо за еще один чудесный рецепт. На сегодня все. Всем желаем отличного дня, приятного аппетита и увидимся завтра. Пока-пока. С самого утра в душе у Овна начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. День у Тельца обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Близнецам будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Раку захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться. Вот только получится это вряд ли. Льва могут ожидать разнообразные сюрпризы. В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Деву лучше не провоцировать, даже несмотря на ее кажущуюся покладистость и безмятежность. Самый эффективный путь для весов – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. Творческий порыв может накатить на скорпиона совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить стрельца с ритма. День у Козерога в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. В жизнь водолея ворвется свежая струя. Возможно, это будет некое новое непривычное чувство. Звезды гороскопа будут благосклонны к рыбам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова